Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Святитель Иоанн Златоуст, 38-й беседе на книгу «Бытия» говорит, что не должно унывать, когда Господь медлит исполнить наши прошения. Господь, желая более прославить праведников, медлит исполнить их прошения и свои обетования. Поскольку Он много печется о своих рабах, то Он не просто хочет оказывать им свои благодеяния, но вместе хочет и прославить их, и сделать веру их для всех очевидною. И дабы ты знал, что Бог не только желает благодетельствовать и подавать свои дары, но и всегда хочет принимать эти дары, соделывать более славными. Смотри, как Он сделал это с Хананиянкой, как бы медленно и уклоняясь внять ее прошение. Но это для того именно, чтобы ее саму сделать известную во всей вселенной. Когда она пришла, умоляя и говоря, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя беснуется» Матфея 15, глава 22 стих, то благоутробный и человеколюбивый, всегда предваряющий наши прошения, Господь не удостаивает ее даже ответа. И ученики его, не зная того, что будет, и что Господь сам печется о жене, не отвечают же и только потому, что не хочет оставить в неизвестности ее достоинства. Ученики, как бы более имея сострадание, написано, приступив, «Просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами». Как бы выражая тем, что для них уже несносно стала ее докучеливость. «Отпусти ее», говорят, «не потому что она столь несчастна, или что ее прошение отдельно, но потому что кричит за нами». «И что же Господь, желая и ее достоинство мало-помало открыть, и их научить, как мало они постигают его человеколюбие, дает такой ответ, который мог бы ее сердце поразить, если бы она не имела твердости духа, пламенного желания и сильной ревности, и их ходатайство за нее остановить. «Я послан, — говорит он, — только к погибшим овцам дома Израилева». Матфея 15, глава 24 стих. И действительно, ученики после всего уже перестали молить его за жену, но она не предалась унынию, и напротив, стала еще прилежнее молить его. «Ибо такова душа скорбящая и с горящим усердием приступающая». Она не обращает внимания на то, что говорит, но об одном только думает. «Как бы достичь того, о чем она старается, как именно сделать, и это сделала эта жена. Ибо, услышав те слова, она, как Писание говорит нам, снова кланяется ему, говоря, «Господи, помоги мне!» 25 стих. Она знала благоутробие Господа, потому и употребила такую настойчивость. «Посмотри же опять, как премудр Господь, и как дивно устрояет он хоть дело сего». И теперь он не преклоняется, но дает ответ еще более резкий и суровый. Он знал твердость духа жены и хотел, чтобы она не тайно получила благодеяние, но чтобы и ученики из этого события узнали причину его медлительности. И все другие научились, как велика сила неотступной молитвы и как высока добродетель жены твой. Потому, говорит Спаситель, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». 26 стих. Заметь здесь постоянство жены, как она, пылая огнем ревности и одушевляясь верою в Бога, терзаясь, так сказать, своей утробой от великой скорби своей дочери, не отвращается от жестокого слова, но, услышав название пса, и то сносит и признает себя такую, желая спастись от бессмыслия псов и сопричислиться к лику сынов. Итак, выслушай слова жены, чтобы узнать, какой был плод от того, и Бог медлил исполнить ее прошение. Ибо жестокость слов, сказанных ей, не только не отдалила жену, но возбудила ее к еще большей ревности. Услышав те слова, она говорит, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». 27 стих. Видишь, для чего Господь медлил до силия? Для того, чтобы из слов жены мы узнали всю силу веры ее. Ибо посмотри, как Господь тотчас же восхвалил и увенчал ее, говоря, «Женщина, велика вера твоя». 28 стих. С удивлением и похвалами Господь отпустил ту, которая вначале не удостоилась и ответа. Велика, говорит, вера твоя. Поистине, велика вера. Видеть, как Господь не один или два раза, но многократно отвергает прошение, и не прийти в уныние, не отступить, но неослабно призывать Господа и преклонить Его к исполнению прошения. Итак, «Да будет тебе, говорит он, по желанию твоему». Видишь ли, тот, кто прежде не удостоил ее ответа, теперь с похвалой подает ей свой дар. Ибо не просто внял ее прошение, но прославил и увенчал ее. Словом, «О, женщина!» Он показал, как сам удивился ее вере, а словами «Велика вера твоя» открыл нам ее богатство. Потом говорит, «Да будет тебе по желанию твоему». Сколько хочешь, столько, сколько желаешь, столько и даю тебе. Твое неотступное прошение показывает, что ты достойна его исполнения. Видите теперь твердость жены? Видите причину, почему медлил Господь? И для чего отлагал исполнение прошения? Для того, чтобы сделать ее более славную. Господу слава веки и веку. Аминь. Аминь.